На Суча-автодроме собрались водители из 17 муниципальных образований Краснодарского края. Это опытные шофёры, за плечами которых большой стаж. Вот только сейчас вместо привычного рабочего автобуса им предстоит сесть в кресло абсолютно новой машины. Есть автобусы, у которых коробка передач автомат, есть коробка передач, которая механика. Соответственно, для того, чтобы всем предоставить равные возможности в этом отношении, во-первых, будет две категории. В категории малый класс это автобусы класса Hyundai, Gazelle, те, которые работают и представлены во многих муниципалитетах. Это, соответственно, один класс, по которому будет квалификация проходить, ну и, соответственно, будет отобран лучший водитель в этой квалификации. И второй автобусы среднего класса, это те, которые работают на базах 206, на базах. Это тоже большая часть, скажем, коллектива краевого, который работает на этих автобусах, ну, уже у себя в муниципалитетах. Константин Ткаличев работает водителем рейсового автобуса уже 8 лет, но впервые сел за автомат. Тем не менее, этот факт, его, как представителя династии водителей, абсолютно не пугает. Ничего сложного, просто, как сказать, это дано или не дано. У меня отец работал на автобусе, оттуда пошло все. Это, как сказать, семейная у нас традиция уже на автобусах работать. Ну, поэтому, ну, а победить всегда, каждый солдат готов стать генералом. Так же и мы, на первое место всегда готовы. Задор на победу был у всех участников. Соревнования начались с показательного проезда по Королевской гоночной трассе. Но не всем удалось погонять по знаменитым поворотам. Кому-то пришлось побывать в роли пассажира и смотреть на мелькающие за окном олимпийские достопримечательности. А вот Владимиру Расторгуеву из Новороссийска повезло. Трассу оценил по достоинству. Шикарная трасса. Если все такие дороги были у нас в крае, вообще было прекрасно. Азарт, конкуренция, конечно. Ну, в принципе, мы друг друга знаем все и знаем, кто что у нас поспособен. Прежде чем показывать свои возможности, водители прошли медкомиссию и тесты на знание правил дорожного движения. После этого этапа из 60 участников в конкурсу были допущены только 44. Первый конкурс – скоростное маневрирование и комфортная езда. Ни для кого не новость, что иногда водители рейсовых автобусов любят посоревноваться друг с другом на городских дорогах. И по понятным причинам пассажирам такой драйв не по вкусу. Здесь же на трассе Сочи-автодрома водители могут проявить мастерство своей филигранной езды и побороться за звание лучшего в Краснодарском крае. Ну, а пассажирам остается только наблюдать за этим великолепным зрелищем. Болельщики наблюдали за соревнованиями с главной трибуны, вход на которую был свободный, а водители выполняли конкурсные упражнения на разных видах общественного транспорта быстро, но четко. Каждая упавшая фишка – штрафной бал. И если со змейкой и заездом в бокс многие справлялись, то вот со вторым испытанием пришлось посложнее. В салоне находился контейнер с отмеченным уровнем воды. Задача, чтобы ее выплеснулось как можно меньше. Именно такие задания покажут мастерство водителя. От мастерства водителя зависит безопасность, качество услуг. Поэтому здесь все это в комплексе рассматривается. Чтобы наши люди, те, кто пользуются общественным транспортом, понимали и осознавали то, что их поездки будут безопасными. Оценивали конкурсы профессионалы и сотрудники Сочи-автодрома. Лучший результат, по их мнению, в малом классе показал сочинец Андрей Муселимян. А в среднем классе лидировал Станислав Радченко из Новороссийска. Победителям достались ценные призы и кубок, которые вновь разыграют в следующем году. А зрители смогли также увидеть показательные выступления спецроты ГИБДД и стандрайдеров.